Главное для нас экономика. Если у нас будут работать нормально предприятия, нам не страшны никакие катаклизмы. С улицей мы справимся, как бы им не хотелось дестабилизировать эту обстановку. Справимся. Все уже люди это почувствовали. И, наверное, все вы, сидящие здесь, и кто меня сегодня услышит, увидели, что Лукашенко есть на кого опереться. Уже в митингах в поддержку мира спокойствия действующего президента выступило около 3 миллионов человек. Это же селища, 3 миллиона человек. Но представьте, что наш электорат более спокойный. Ветераны, пенсионеры, специалисты, они знают свое дело, работают. Поэтому мы и будем иметь то количество людей, 80%, которые за нас проголосовали. Поэтому надо жить спокойно, заниматься каждому своим делом. А что касается меня, силовых, структур и прочих, мы будем заниматься тоже своим делом. Исключительно по закону. Поэтому надо открывать Библию, я имею в виду закон, и читать. Это санкции такие. Вот это статья санкции такие. Мы не кровожадные, мы не собираемся никого душить, мы никого не собираемся гонять по улицам, если нас к этому не вынуждают. Мы обязаны защитить людей, люди устали. Люди поняли, что такое жить спокойно в городе Герои Минске, а что такое, когда бомбят улицы, когда на балконы забрасывают коктейли Молотова и прочие пока петарды. Не дай бог начнут бросать гранаты. Уже вокруг нашей страны сформировались группы, группировки, которые готовы сюда прийти и разжечь этот пожар. Мы этого допустить не можем. Я это говорю прямо и не собираюсь никого убаюкивать. Спасибо.